ребята привет привет подписчики привет гости канала записываю с руки еду тороплюсь уже просто женька уже ждет сегодня у нас мороз минус 30 опять же будет экстремальный такой немножко коп у нас получаться потому что ну блин реально холодно машину я еле завел сегодня едем мы в расселенный дом обследуем его до нас там были уже мы знаем как бы кто и по его даже наводки мы едем туда находки у него там были интересные потом я расскажу про сейчас за рулем так что не переключаемся смотрим что из этого получилось ребят температура минус 27 женька уже в доме вот я иду к дому сейчас посмотрим что там покажет этот домик его расстелили вот такой здоровый дом огромный просто вот вылазит жене он пищики чё-то очень поздновато я уже закончил все что ты уже нашел интересно что ну показывайте нашел до до 3 до 4 звонка было пока я тут отец отчете заблюдочки царские блин как ты залезал вон там у какой там бардак то ух ты а ну это современные искал империал я думал что имперских времен так пока батарейки не сели будем снимать нет ну дом старый сто процентов дом очень старый о это с этого я знаю даже откуда это ерунда это по дешевке когда когда магазин это не пластмассовый может даже ну короче это современная ерунда о какая стеночка смотри никому стенку не надо по почте вышли недорого современные монеты повсюду да а дом был красивый между прочим смотрите-ка это одна половина дом очень старый плитута кто-то отрывал по моему да плитута уже кто-то отрывал монетки дату современные везде валяются мороз минус 30 примерно батарейки наверно будут быстро садиться но я купил выносной аккумулятор 10 тысяч миллиампер часов да но они современные современных много монеток да вижу вижу здесь бы подвал бы попасть вот мышиная норка а не вот попадает на норку так столько лет слой обоев до всех времен начиная от старских наверно я не думаю все старый классный и большой что немаловажно он большой будем пытаться на чердак попасть так другую половину мы переходим очереднись много есть шуршал туда по моему все таки собаки о кто-то пытался оторвать доску может быть а я нашел выход на чердак впереди тебя сегодня современные монеты везде ну-ка нет 50 копеек современная сейчас я вам покажу здесь как красиво а это чё за дверь не понял а это дверь наверно в ту половину заперта нет еще получается кусок а чё она заперта нет ни в ту половину на сторона здесь везде вот тот угол здесь заходят посрать люди из администрации думаешь на чердак это у нас . это выход на чердак такой могучий вот крыша перекрыта конечно крыша перекрыта о здесь шуршали вся подложка перевернута вверх дном бутылка без опознавательных знатов должно быть две а нет ну чуть-чуть только сколы это молочный ну-ка ну не старое это а вон там смотри-ка ну слушай вот там вот место интересное там нет здесь как вариант искать какие-то бумаги которые могли пропустить в общем в общем барахле как бы да о сказку тебе не надо у меня смотри-ка о отличная карта ребят смотри не она без камеры без камеры ну камеру подвесили прикольно слушай ты все равно это расшедешь скоро да я в прошлое видео нормально въехал вообще я говорю у меня это было клауза был снять но здесь меня было слышно камера и так пишет звук не очень хорошо хочется найти старских времен вот она горлышко от бутылки точно старских времен это Женя нашел пузыречек уксусник уксусник из тех времен да нет это все равно все равно приятно но это ранний вот там год написан 65 дешмар 65 год старенький а здесь к сожалению сняли кровлю здесь кровлю сняли вот топтался здесь свежие следы кто-то топтался топтался кто-то бутылка из тех времен но к сожалению без орлов ох какой пузыречек симпатичный тоже еще один я просто люблю стекло очень очень люблю стекло поэтому я ему так восторгаюсь кто смотрел вообще мой ролик про музей ну я там восхищение показывал свое не наигранное я реально был в восторге от увиденного вот люблю я это дело люблю старинные вещи уважаю очень историю наших предков вот это все выглядит конечно со стороны в принципе да как будто мы там какие-то там воры мародеры да а по идее то вот видите расселенный дом это расселенный дом уже все и мы просто ищем исторические артефакты вот не для наживы ничего просто поставим исторические артефакты вот и все а то что некоторые неадекватные пишут всякую ерунду в комментариях а мы очень уважительно относится а вообще выглядит это да как будто мы в мусорке какой-то копаемся а как еще по-другому то по-другому не как ребята блин у меня сигналка сработала вот этот пузырёв классно мне нравится видите тут стройка я не договорил снесут сейчас все это просто снесут и все ничего не останется и все это сравняют с землей а мы хоть спастем какие-то вещи если они тут есть конечно вот я типа такой находил в прошлый раз не такую красивую красивая да 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 очень красивая причем какая-то ручная работа да не ручная ручная видно что ручная работа видно что ручная работа сейчас если у меня батарейки не сели У нас здесь крыша не текла и мясо не замерзшее. Пальцы мёрзнут. Из-за сверли ничего. Что это такое? А, фотография. Прикольно. Девушки в мини-юбочках, таких уже выше коленочек. Ещё удостоверение. 1974-й, да. Опять на счетовую. Общество книголюба, короче. Вот у меня вот здесь что-то всё звенит и звенит. Фу блин, какая она сухая. Подложка прям сухая. Да, пусть, да. А, вот ещё одна. Тоже 1974-й год. Ну-ка. Да, это наверно около этого дома и сфотографировано. Так, достаю-ка я пинпоинтер, не могу найти. Не могу найти. Всё возможно. Девушки. Всё возможно. О, да ладно, ребята, вы сейчас обалдеете. Вы не поверите. Никто не поверит. Жень. Если я тебе не верю. Я тебе говорю, вот я вынул, так что. Знаете, что я нашёл, ребят? Медаль. Медаль. 300 лет дому Романовых. У меня есть такая. Я тоже нашёл вот ещё фото. Пару фото. Сейчас начнётся в комментариях. Да ты подложил, скотина, я уже начал. Не, Жень. Ты уже подложил, пошёл, бро. Смотрелся, блять, видосов и сам подложил. Не, не, реально, ребята, это, это, это реально, настоящее. Я реально, вы его не видели. Это да, да, да. Короче. Сейчас перейду на телефон, короче, и сниму вам её. И вы офигеете. Да это копия. Это да, это китайская копия. Пусть будет это китайская копия, но я сейчас её вам внизу. Я её, короче, сейчас сниму. Ребят, вот перешёл её на телефон. Я здесь перед тобой пробку поднял. А потому что металлоискатель надо было с собой брать. Я ж тебе говорил. А ты пином нашёл, пин-то у меня тоже лежит. Нет, я сначала металлоискателем нашёл, потом этим самым. Ребят, смотрите, вот моя... Я в земле находил подобное в земле. На чердаке это моя первая такая находка. Причём, посмотрите, какой сохран симпатичный, вообще. Потрясающий сохран. Подожди, я покажу ребятам-то. Вот она красоточка. Гирлянды. Офигеть, вот это мы и удачно зашли. Пошли отсюда. Смотрите, какая красоточка. Просто, ну, я впервые нахожу на чердаке, как бы, вот такую вот вещь. Медаль. Смотрите, какая она красавица. В сухой подложке. Вот тут никто не звонил, поэтому её завалили как-то. Сейчас будем шуршать дальше. Подложка твёрдая, утрамбована. Потрясающе. Настроение сразу поднялось. Ха-ха-ха. Давай. Да, её, наверное, или спрятали, или со шмотками она вывалилась здесь. Закидывали, а? Всё. Наверное, да. Сосарская. Прятали, когда. Ну, она не серебряная, она бронза, наверное. Так, вот это место мы будем сейчас изучать конкретно. Мне ещё знаешь, что написали в комментариях? Выглядит там с этим, ну, металлоискатель обозвали кладоискатель, короче. Выглядит там ещё с кладоискателем, типа того, что лазаете, совсем как мародёры. Я ей пишу, ё-моё, какие мародёры, блин, с металлоискателем. Мародёры воруют там всякую фигню. Не понимают люди вообще. Ржавая железка. А мы спасаем исторические артефакты. Вот здесь что-то в глубине-то. Так. Фу, на пылью я тут, конечно, Блин, надо что-то такое крепкое, чем копать. Ох! Ля, найдём, чем покопать. Так, 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 о! О, смотри, какая прикольная вещь. От лампадки верхняя часть. Да, от лампадки, от лампадки. От лампадки, видишь? И сюда цепочки. Да. От лампадки. Да. Да, 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 да. Только помято немножко. Ну это выстроить. Да, симпатичная вещь. Ага, в карман вородёрка. Паразиту набивает. Попросите его, чтобы он себя... Новенький пауэрбанк. Попросите его, чтобы он себя снял на выходе из... Ага. Вот. На чердаке? Да, по-моему, на чердаке. Пуговка алюминиевая. Ну это пуговка современная. Просто так звенела в подложке. Да. Она не серебряная? Ну что, позвонили? Кстати, на стриме я говорил про технику безопасности. И как раз после стрима мы поехали копать. И я наступил на гвоздь. Но у меня подошва крепкая, а гвоздь не дошёл до этого самого. Так что не зря мы про это говорили. Технику безопасности надо соблюдать. Что нашёл? Это не горел. Ну-ка, ну-ка. Что это такое интересное? Что-то да. Слушай, блин. Ну алю есть? Да, ребят, смотрите. Я на телефон вам засниму сейчас. Да, короче, мне скажите, что это такое? Из царских времён. Горелочка какая-то. Интересная. Это в куске такой. Да-да, от какой-то духовочки. Интересная вещь. Я впервые такое вижу. Сейчас на телефончик засниму. Вот. Смотрите, какая красота. Орла. Видите? Орла. Вот. А с другой стороны? Да, скорее всего, что-то снесет. Может быть, да. Или Германия, или... Видно? Орел. Да-да-да. Это что-то, какая-то горелочка. Может, уголь что-то такое. Я не знаю, что это такое было. Где качество курса? Кто знает, можете подсказать. О-о-о. Ну, мы в интернете поищем, конечно, информацию, но... Интересная вещь какая-то очень. Так, а это что такое? Смотри, какая телеграмма. По-моему. Ух ты. Так. Телеграмма. Или не телеграмма, не знаю. Написано. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Откуда эта фраза? О, замок. Замок, только не знаю, он старинный, нет? Замок звенел. Марочка. Ух ты. Марка. Тысяча шестьсот... Тысяча девятьсот шестьдесят девятый. Марочка. Очень холодно. Ноги. Тарелка. А ты в подложке видел тарелка? Но... Общепит обычная, жалко. В подложке была тарелочка, блин, жалко, но... Надо рассказать ребятам историю. Это как получилось-то? Человек просто пописать зашел, да ведь? Да. Стоял в пробке вот так. И присписывал. Зашел сразу. Блюда не менялся в пару. Да, короче, человек просто стоял в пробке, присписывал постигать. Свернул вот сюда. Да, свернул случайно сюда и вот такой дом он как бы это самое. Он нашел здесь в царских времен блюда с орлом. Кузнецовский фарфор. Пару бутылок. Пару бутылок, да, с орлами. Вот он. Медаль в коробке. И медальку в коробке какую-то еще нашел. Это первая степень Великой Отечественной. Первая степень Великой Отечественной. Вот так. Вот такой дом интересный. Куча вот этого всего. И у меня такая находка тут сумасшедшая. Я просто вылезу. Вот что за бутылка вот эта у меня такое сомнение. Он одно посчитает. Не, вот сюда смотри. Видишь, это точно не... Ну да. Это вот... Не СССР. Да, это вот старинная бутылка, но к сожалению без орлов. Ничего себе, я сейчас вам засниму. Народное творчество. Народное творчество, да. А что, когда денег не было, ребенку надо игрушки? А ключи ты нашел? Да. А я вон там замок нашел. Может это от него? Сейчас надо проверить. Надо было чем-то развлекать детей. Украшать дом. И руками делали вот такие вот поделки. Прикольно. Вот ключи, кстати, Женя нашел еще. А я замок нашел. Где замок-то я положил? Ну-ка. И мы сейчас проверим. А вдруг... А вдруг... А вдруг бывает только пук. Так. Опа. Нет. Не подходит. А этот... А этот... Тоже не подходит. Нет. Чудо... Чудо не свершилось. Чудо не свершилось. Слышишь? Слышишь? Одна. Этим домам недолго осталось. Ох, какой кованый гвоздь классный. О, монета, ребят. Монета. Пошел, да. Николаевская копейка. Когда успел поспитить? Нет. Я фокусы показываю, Сеня. Вообще, ребята, просто. Нет. 1914 год. Замечательный сохран. Замечательный сохран. Замечательный сохран. Сейчас на телефон покажу. Вот он, чердачный сохран, ребят. Вот он. В чем, как бы, самый главный кайф чердачного копа? Это сохран находок. Ну, не дай, как поделить железь вышло. Там немножко, да. Да, ну. Я ее даже чистить не буду. Так, протру. Главное, не замачивай ни в чем. Не-не-не. Ее лучше вообще, да, не трогать. Вот она, шоколадная патинка. Замечательная. Такие монеты просто протираешь. Можно... Можно, да, протереть просто и в альбом убрать, и не паяться. Можно, конечно, еще смазать там хоть вазелином, не знаю, чем-нибудь таким. Маслицем. Если есть вот наедание железь. Ага. Баташку можно кинуть, а там больше не пойдет. Да, я говорю, что такие находки, как бы, они не требуют реставрации какой-то там. Это вот у нас получается. А вот это, кстати, негативы тех фотографий, которые ты нашел. Да, вот они все. Ага. Хе-хе-хе-хе. Между прочим, вот он, дом этот красивый, кстати говоря, тут на фоне. Они фотографировались. Удивительно. Так, что-то звенит, но как-то так неуверенно. А, пуговка, что ли? О, пуговка металлическая. А она, может, даже и не металлическая. Нет. Вот эта пуговка звенела. Ох, блин. Ох, блин. Короче, вот бутылка царских времен, но, к сожалению, отбита горлышко, и мы ее оставляем здесь. Вот. Спускаемся вниз. Ребят, сами все видели. Офигенный чердачок оказался. Он подвыбитый, но в глубине подложка не вся выбита. Волгарь. О, да. И, в общем, еще мы тут напылили офигенно, короче, но классно то, что он весь продувается. Тут половина досок уже нету, пыль улетает, и более-менее дышать. Более-менее. Вот. Находки поразили, конечно. Самая главная находка – это медаль «300 лет дома Романовых» в обалденном сохране, между прочим. Я вообще, ну, блин, настроение пим-пим-пим-пим. Ну, вкратце вот так вот вам расскажу. Вон там вот вторая часть чердака, она вся в снегу и замерзшая. На весну оставляем, обязательно приедем сюда, если нас не опередят. Вот. Какой опередят? Тут уже дом строится рядом. Ну, скорее всего, да, наверное, его снесут уже к весне, блин. Ну, в общем, мы вот тут все тщательно обследовали в этом бардаке. Вот. Не тщательно, возможно. Ну, да, как смогли, так и обследовали, да. Вот. И переходим мы вниз, сейчас там поищем. Может быть, в подвал спустимся, посмотрим. Это еще закрутка. Посмотрим. Ага. Класс. Так, все, мы спускаемся вниз. Очень холодно, ребят. Очень холодно. Замерзли, как собаки. Ну, что делать? Аккуратно. Вот под этими досками, наверное, что-то есть в щелях. Точно тебе говорю. Да. Как же холодно-то, елки-палки. Опа. А это что за отверстие? Ты видел? Туда заглядывал, нет? Вот это там. Я тут и от вниз, смотри. Это там комната, что ли? Там странник. А-а-а. Можешь старт разводить. Где? Внутри. Ну, сейчас наговоришь. Что? Срали из кармана сыпалось. Ну, срали из кармана сыпались, но в говни колыряться мы точно не будем. Подвал. Подвал, дверь. Сейчас подвал мы срезаем все-таки. Я проверю, что там в подвале вообще творится. Ну, please, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Сегодня уже второй раз я с Казахстан меня спасает! Для чего Казахстан? А вот для чего! На нафиг! Добро пожаловать в Казахстан! Высота метров шесть! Очень высоко и опасно! Сейчас будем аккуратно слезать! Жень, ты слез? Как слез? Я не помню! Как я залез не помню! Как я залезал не помню! За что держаться? А вот за эту засечку? Аккуратно надо делать! Очень аккуратно! Что нашел? О, с бриллиантами? Да! Ну-ка! О, ребят! Богатые мы сегодня! Белое золото с бриллиантами! Что-то сегодня Женя на кольца-то везет! Ничего себе! Уже четвертая или пятая? Пятая? Четвертая! Четвертая? Да! Да тебе фартит! Ничего себе! А это уже какое-то интересное! На! Прикольное колечко! Вот такие мы барахольщики! Вот такие мы барахольщики, ребят! Вот так вот мы и копаемся! В поисках сокровищ! В помойках, блин! А что же делать-то? Фу! Вот это да! А два я вот здесь нашел! Вот это да! Извинено что ли? Палец какой-то, блядь! Крючок в виде пальцев! Фу! Я бы никогда такого не купил! меня снимает не больше четырех секунд ребят закончился наш сегодняшний куб он был очень интересный но очень было холодно к сожалению вообще просто тубак стоят или мы кстати говоря там на выходе еще одного копателя он тоже купил взявно мото собаку он он еще и рыбак вот с ним поболтали он весной мы с ним обменялись телефонами свидимся мы с ним у него есть местечко интересное говорит он только начинает ему вот с нами полезно покопать с такими матерыми копателями вот и в общем едем и домой отдыхать находки вы все видели ну естественно главная находка сегодня поразила это медаль 300 лет дома романовых в отличном состоянии монетка вот я монетка медалька нет и монетка николаевская копейка ну николаевская вот стекляшки мы там под над и были еще там какой-то баракличка уж не показывали там слишком барахлона показывать колец золотых белое золото с бриллиантами штук пять-шесть вообще все я молодцы мы вообще нормально поработали вот так что среди за нашими приключениями подписывайтесь на канал ставьте лайки рабо и не в дальнем деревне в которую не смогли добраться до дорога спадут до морозов у нас сейчас очень сильные морозы вот как морозы спадут мы выдвигаемся в ту деревню где была разведка вот сейчас прямо лучше или направо вот и получается да и и уже будет наверно следующий ролик наверно будет оттуда поедем на мотособаке но спадут когда морозы за рулем не очень удобно болтать выходным уже до нуля да если будет короче потепление сразу же выдвигаемся так что все всем пока да ну да пока